Заказчики и исполнители убийства Гиви установлены. Об этом заявили Донецкой Народной Республики. По их информации, заказчики находятся в Киеве. И как стало известно, комбата с Сомали Гиви похоронят рядом с Арсеном Павловым, известным как Моторола. Траурная церемония и прощание с ним пройдет завтра в здании Донбасс-оперы. Дончане это место называют Донецкое море. Море здесь, понятно, никакого нет. Это самый обыкновенный пруд, но почему-то название появилось именно такое еще в 60-е годы. Здесь же на кладбище это называется, соответственно, на Донецком море. Это самое большое кладбище. Именно здесь глава ДНР Александр Захарченко утвердил такую трагическую традицию для Донецкой Народной Республики. Здесь хоронят всех погибших героев. И аллея названа именно Аллея Героев. Здесь уже похоронен легендарный командир батальона Спарта Арсен Павлов с позывным Моторола. Вот вы сейчас видите его могилу. Здесь достаточно оживленное место. И вы видите, сколько здесь цветок лежит. Кроме того, здесь же, на этой же аллее уже похоронены бойцы Сомали, которые погибли 31 января, отражая атаку вооруженных сил Украины в районе Авдейской промзоны. Ребята с позывными Консул и Макей. Ну и здесь же завтра, примерно в час, в два дня по местному московскому времени, пройдут похороны командира батальона Сомали, погибшего в Донецке вчера в результате террористического акта. Сегодня на улицах Донецка появились баннеры с портретом погибшего комбата. На них написано, что Михаил Толстых останется навечно в строю. У Гиви остались два сына. Сергей, ребенок от первого брака, сейчас живет у родителей Михаила. А второму сыну, Роману, в мае исполнится всего год. На страницу сестры Гиви в социальных сетях сотни людей присылают слова соболезнования. В интервью лайфу Марина Черноволова рассказала, какой был характер у брата и сообщила, что родители комбата очень тяжело переживают его потерю. Я не знаю, как сейчас успокоить маму, папу. Я по сравнению с Мишей не могу им дать такую поддержку на протяжении жизни, как это давал Миша. Он всегда поддерживал родителей в любых ситуациях. Это душа, человек, да, он спыльчивый, да, он горячий, но как бы на службе это было все лишь для того только, для того, чтобы у него не гибли люди. Каждая потеря любого его бойца, это для него было, ну, просто это не все видели, как он это все переживал. Власти Иловайска планируют назвать в честь Михаила Толстых одну из улиц. По словам главы администрации Сергея Муковнина, для жителей города Гиви был настоящим героем. В родном Малавайске именем Михаила Толстых назовут школу, в которой учился комбат. У нас на связи директор учебного заведения Наталья Пономаренко. Михаил Толстых, человек, которого знает каждый в Иловайске. Он работал, учился в школе до войны. Во время войны, как герой, пошел на фронт защищать нашу родную область, нашу родную республику. В настоящее время мы находимся в кабинете, где учился гимн, здесь обновленное оборудование, но здесь Михаил учился вместе с своими одноклассниками. По словам учителей, это был мальчик, который всегда мог подставить свое плечо товарищу, который помнил, что друг и товарищ – это великое слово. Поэтому учителя от нем отзываются с добротой и говорят, что на таких людей, как Михаил, можно было и в то время положиться. И что доказало время, этот человек показал себя как командир, который смог защитить нашу республику от врагов. Я с Михаилом знакома не понаслышке после военных действий 2014 года. По моей просьбе он приезжал в наш город, разминировал школу после боевых действий. Михаил, когда приехал к нам сюда на встречу, встречался с детьми, встречался с учителями. Остались фотографии, на которых Михаил запечатлен. И я думаю, что не только фотографии, но и светлая память о этом герое будет в наших сердцах всегда. В ближайшее время на нашей школе, на корпусе номер один, будет установлена мемориальная доска, которая увековечит память героя и лавайчанина Михаила Толстых.